и снова здравствуйте всем привет так давайте продолжать работать над этим персонажем голова уже есть по прошлому ролику так что здесь можно сделать значит нам нужны тельканки вот на эти все дела материал допустим доработать вот эти вот закрылки здесь есть кисточка polish потом планар давайте попробуем как она работает тут они тут не очень мне нравится как работают так делать тут настройки оси и плоховато тут что-то все настраивается работает вот увидите что она делает да вминает наверно через зад нарастает вот как-то не очень да если побольше тут поставить плоховато и тут видно ее ну видно что она работает но она мне не нравится поэтому щитки лучше делать ну как лучше лично для меня я их делаю значит скульптус альфа 6 здесь вариант какой значит все это дело выминаем и работаем маской проводим здесь вот такие вот полосы так сначала нужно прибавить контрол д и контрол д полигонаж и вот проводить аккуратненько вот так вот маской у меня вот мышка и поэтому кое-какие детали значит рука трясется и не очень так хорошо получается контрол д это первый вариант который вот можно сделать я вот просто грубо покажу рисуем вот эту всю маску и потом делаем инвертацию control и ну и можно надуть это все делая флаттеном находим так деформация находим флат и вот просто надуваем получается у нас вот такой вот такая вот масса ну поровней конечно надо также что еще можно сделать то же самое делаем со шлемом рисуем маской потом все это флаттеном выдавливаем где-то что-то корректируем долепливаем так это вот первое значит первый вариант второй вариант это уже использовать кисточку так где она тут находится вот кисточка на ремни которая идет и вот по краю вот это все дело прорисовывать вот так это более такая будет она точная давайте теперь снимем выделение и попробуем растянуть ее чтобы она была именно надутая да через альт подводим к нашему ремню и попробуем как бы надуть его ну вот все тут перекручивается результат не очень в принципе более будет четкая полоса ровные грани если все это дело сейчас control w отделить то можно отдельно уже работать с этим ремешком это значит саптулы split grow split ok переключаемся на наш ремень делаем ему дай на мышь так и попробовать надуть его значит первый вариант надуть его флаттеном также деформация делаем инфлат control d control d ну вот более менее четко полоса получается вот таким образом можно все это делать делать но как по мне так лучше вот первый вариант как то более лучше смотрится чем вот этот этот вариант значит нужно еще больше тогда надувать но тогда получается уже не ну вот эта штука выровняться надо сразу добавить конечно вот перед тем как это дай на мышь нужно просто делать его как побольше полигональную резолюцию добавить вот теперь ремень более четкий и в деформации делаем инфлат ну получается вот такая вот полоса да она более четко здесь можно и теперь значит как-то давить крутить уменьшить ну как вариант тоже подходит вот такая будет четкая штукенция control d control d так вот значит так два варианта я именно пролепливал скульптис альфа 6 давайте покажу уже готовый результат это значит файл open да нет ну вот такой вариант значит после скульптис альфа 6 ну где-то конечно чуть-чуть кривовастенько ну все это дело можно долепить подправить в принципе результат ну чё так прикольный так теперь что нужно сделать у этих закрылок выбрать мофта положи их симметрию включаем можно чуть-чуть тут заняться корректировкой где-то долепить процесс нужно такой вот доработки в принципе смотрится прикольно единство что вот вот эти края выбрав кисточку значит клей билдап поставив ее на автомаскинг бак фейс маск вот можно на двоечку перевести и вот потихоньку тут уже немножко их где-то повыравнивать не будет все это дело смотреться неплохо вот получается где-то вот такой вот вариант и через shift мы это все дело выглаживаем так как-то вот аккуратненько надо чтобы она края все эти не приминала здесь поострее вот такой теперь у нас персонаж вот так он выглядит время он будет выглядеть значит как вот таким вот образом внешний вид вроде бы ничего тут можно еще подобавлять какие-то значит причиндалы доработки возможно пролепить львов там еще что-то так давайте сначала займемся так вот этой штукенцией вот так она выглядит так через shift чуть-чуть ее выглаживаем и когда сделается вот эта сетка подправится будет все зашибись так теперь текстуру импортируем сюда значит понадобится именно знак альянса пардонте что-то у меня попростыл наверно у нас холодно дожди идут вторую неделю так выбираем текстуру и подключаем ее вот такая будет текстурка и нужно ее присобачить вот сюда да shift z отключаем глаз поближе ставим вот эту смотку добавляем ей полигонаж делаем shift z открываем наш глаз так здесь чтобы она не доходила до кромки на груди здесь ставим значит ее пониже пониже после тут шлем еще будет теперь выбираем кисточку стандарт выбираем что выбираем rgb так и к симметрию отключаем хотя не давайте отключим ctrl z и отключим зад так все это дело прорисовываем результат мне не нравится ctrl z давайте сделаем дай на мэш д д д лор побольше резолюцию так ctrl z резолюцию еще побольше и к симметрию включим вот 200 вроде shift z пробуем рисовать вот теперь все нормально переключаемся в белый вид белый материал так выбираем c вот тут уже красить будет конечно неудобно хорошо бы найти льва полностью в синей форме давайте другую подключим не хочу я сидеть все это дело прорисовывать так а если он у нас так текстура другую подключаем ну пусть лучше такая хотя это не тот лев не это уже другой лев да ну ладно посижу на ускоренном тогда вам покажу как это все дело происходит смотрим так вот 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 так теперь давайте разберемся с кантом нужно вот тут как-то аккуратненько тоже отбить желательно замаскировать но я по старинке кисточку чуть-чуть побольше пройду все вот эти края вот так вот по центру а потом сейчас попробую вот эти канты доработать а а а а а а Продолжение следует... Какой-то вот такой результат пока получился, но вроде симпатично. Так, теперь нужно разобраться, давайте сначала с персонажем, с головой. Срезать, выберем персонаж, текстуры, импорт. Сейчас закину мои заготовки вот эти именно по кожам, под цветовая гамма кожи. Плашку оставлю, если кому-то она будет нужна, я ее оставлю в группе, где и вот этого персонажа. Так, текстура, ссылка будет в описании. Выбираем цветовая гамма кожи, ну и подберем какой-нибудь цвет нашего персонажа. Давайте не негра, а так вот немножко такого посветлее чего-нибудь. Так, это слишком светлое. Чуть-чуть тогда потемнее. Так, теперь нашему персонажу нужно сделать динамэш. Так, вроде бы все срослось. Таких больших казусов нет. Так, цвет есть. Теперь нужно разобраться с щитками вот этими, какой у них цвет. Давайте загрузим импарт. Так, образец вот этого персонажа. Ну вот он синий. Доспехи, значит, серые. Давайте цвет подберем. Так, а ну-ка, цвет. Так. 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 Ставим прозрачность. Z. Отключаем глаз через Alt выберем. Так. Так. Выберем шлем. Шлем Z. Z. Прибавим четкости. Ну и покрасим его. Так. Этот цвет что-то мне не нравится. Ну давайте просто выберем серый тогда. Вот такой цвет еще более подходит доспехам. Так. Шлем Z. Значит. Здесь у нас синяя. Ну а доспехи серые. Так. Рисуем. Значит сразу выбираем C. Рисуем вот эти вот щитки. Выбираем желтый цвет клавиша C. Отключаем видимо всех саптулов. Так. И погнали. Аккуратненько тут вот это все прорисовывать. Так. Так. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь выбираем C. Давайте Alt, левая кнопка мыши, выберем шлем. Цвет желтый. И порисуем вот эти части... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а здесь у меня... Значит... Чуть-чуть косяк... Так, да... Так, нормально... Теперь убираем... Самого персонажа... Вот этого... И давайте ему добавим... Цвет такой... Так, они пошли в Z... Так, темный... Вот таким вот образом... Смотрим, как... Вот уже смотрится... Теперь, значит... C... Выбираем щитки... Так... Что у нас там... С обувью... Обувь темная... Значит... Ага... Ну, я... Наверное... Сделаю все-таки... Синюю... C... Так... Так... А что я не на ту кнопку жму... Так... 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 Продолжение следует... Защита, получается, должна быть где-то темно-коричневая. Ну-ка, подберем сейчас какой-нибудь этакий цвет. Так, давайте его возьмем именно с кожей. Вот этот ракурс. И пусть он будет где-то вот таким вот. Вот. Тоже самое делаем с перчатками. Нужно еще сюда добавить ремни. Вот где вот этот стык идет от доспехов. Вот где рука. Тут нужно добавить еще кожаные ремни. Будет очень бомба. Так, что еще можно добавить? В геометрии модификация пола G-Mira N2L. Окей. Так, ремень. Какой у него там цвета? Так, середина, значит, желтая. Так, а ремень пускай будет тогда коричневый. Так. Угу. Тут еще ремни где-то, со штанов маску снимаю, вот они ремни, тоже делаем их коричневыми, так вот так вот, есть такое дело. Так, что у нас тут еще вылезло? Выбираем наш материал, выбираем мофт Аполоджи и немножко все это дело корректируем. Убираем ремень, чуть-чуть его вытягиваем. Хорошо бы ему еще добавить, значит, кольчугу. Что у нас тут с ремнем? Эксиметрия, чуть надуваем. Так, отключаем теперь бак Face Mask, чтобы красилась везде. Это потом мешает по все делу. Так, сюда вот можно тоже льва сделать. Сейчас покажу как. Что еще можно сделать? Значит, кольчугу я хотел, да? Угу. Н панель, голова, делаем Append, добавляем в Append сферу. Уменьшаем сферу, подводим к голове. Ну, это как я раньше вам показывал, как делать, значит, эти капюшоны, всю вот эту штукенцию. Теперь ставим Moft Topology. Ctrl Z и к симметрию включаем. Как-то так. Чуть-чуть уплотним. Так, что тут еще? Эту часть можно вдавить. О! Теперь переключаемся на вот эту штуку. Делаем ей Dynamesh. Побольше резолюцию. И маской, значит, маски отключаем бак Face Mask, чтобы внутри не рисовало. И рисуем вот эту кольчугу. Так, рисуем так, чтобы вот, возможно, даже уходила в шею она туда. Так, чтобы потом не было казусов. И вот здесь вот чуть-чуть через Ctrl Alt поменьше. Лучше потом подтянуть ее будет. Так, делаем в каптулах экстракт. Это много. Уменьшаем толщину. Вот пойдет. А тут. Так, теперь сферу можно delete. Она нам уже не понадобится. Снимаем маску и все это дело выглаживаем и делаем тоньше. Ну ладно, сейчас все это дело где не прошел. Там заделаю. Так, как можно заделывать вот такие вот косяки? Это очень просто. Смотрите. Натягиваем. Состыковываем, значит, наши полигоны. И делаем диномеш опять, чтобы сетку пересчитать. Вот. Все. Теперь выглаживаем и дырок нет. То бишь отверстий. Хорошо бы еще вот наномеш сделать, чтобы типа как... Здесь была прям настоящая кольчуга. Как ее делать, ссылку оставлю на ролике в описании. Ну, тут будет тогда полигонаж большой. И когда будет уменьшаться полигонаж, то будет все это дело, вот так скажем, не есть хорошо. Так, побольше все это выглаживаем, чтобы потонше стало. Теперь N панель включаем в голову. Вот тут. Ей поставим, значит, видимость. И переключимся через вот на этот капюшон. Приберем вот так. Здесь поменьше к голове. Ну, а здесь можно как бы его чуть-чуть расширить. Вот эти вот сделать, как их сказать, складки. Да, вот эти. Оп. Ну, и чуть-чуть ее вывести, значит, на черепок. Если шлем сейчас уберем. Так, это N панель. Получается, где у нас тут? Вот он, шлем. Выберем голову. То у нас получается вот неплохой такой подшлемник. Вот. Как это все дело будет в анимации тянуть, я не знаю. Надо будет пробовать. Я такого персонажа еще не анимировал. Значит так, теперь стандартная кисточка. Цвет коричневый. Так, Ctrl Z. Alt. Выбираем подшлемник. И пусть он будет темный. Так, вот таким вот образом. Так, что там у нас еще? Так, вот эта вот часть какая? Давайте ее сделаем. Так, как бы ее сделать? Так, сначала давайте штаны еще. Сейчас все посмотрим. Так, штаны. Выкрашиваем, выглаживаем их через шип. Делаем прям потоньше. Вот. Еще раз за этим. Можно тут еще складки поналепить. Там где-то всякие причиндалы. Так, теперь что у нас? Вот это кто? Это у нас идет доспех. Ну пусть он будет темный. Чтобы выделялся, да? Так, ремни. Ух ты! Что-то тут закоулки, закорючки. Вот так мы и сделаем. Уберем лишнее. Делаем деолхидом. Ставим видимость задних стенок. Дублирование. Делаем всему этому. Делаем инфлат. В геометрии. В геометрии. И делаем всему этому дайномэс. Делаем дайномэс. Вот, в принципе, они будут ценные. Пускай будут таким образом. Без разницы, с репликовкой это. Персонаж, в принципе, раздеваться не будет. Но можно его сделать, конечно, чтобы он был подготовлен под другие, потом доспехи оставить как болванку. Не знаю, как это, но давайте попробуем подключать ненужные вещи и посмотрим, кто нам это даст. И он там не будет все. Вместо этого, вот. Сейчас, конечно, он их нам equитадат. Вот発滅. так вот в принципе можно оставить вот эту вот такую болванку и потом работать с этой болванкой уже добавлять на этого персонажа другие доспехи ну как вариант вот что-то в этом духе так что не может быть коричневые сделать тогда не будет не видно ремни давайте темное что-то добавим вот так может он так лучше будет выглядеть а это можно оставить серую так это тоже можно значит темную сделать так еще что можно добавить добавить какие-то тут переходники и я обещал показать как именно добавить львов да давайте попробуем так вот здесь вот под шлемником тоже нужно немножко разобраться сделать его чтобы он не вылазил из краски тогда получается внутри можно даже темным покрасить а снаружи использую опять же бак фейс маску вот этот чтобы не залезть куда не надо не сделаем так вот коричневый точнее вверх а внутри можно сделать темным темным что такой резонанс был персонажем 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 немножко цветов добавлять интенсивной поменьше сделаем выберем нашего персонажа их симметрия и чуть-чуть ему тут потемнее переходы добавим в ямках чтобы он потом вот такой смотрелся швездец как все-таки рыцарь воевая можно крови еще на лицо добавить это уже текстурку найти шрамы какие-то подобавлять так вот это что у нас ctrl d ctrl d ну и дополнительные какие-то причиндалы уже можно добавлять ну используя вот эту вот наработку допустим дополнительные какие-то зубы ну там дополнительные какие-то наколенники менять вот эти вот части вот допустим вот эту вот часть можно потом поменять сделать уже такой длинный щиток на ногу у варианта валом тут можно еще понаходить хорошей текстурки и значит тут покрасить уже реалистичный цвет кожи допустим цвет металла там маскировать ну короче будет это дело долговастое но зато потом он будет смотреться бомбовски ну и вот по картинке как он в игрушке будет выглядеть так давайте вот на вот этого шара вот на этот шар сферу цилиндр сделаем льва да так это значит делаем добавляем добавляем текстурку находим текстурку льва и подгружаем ее сюда вот он я вообще-то хотел это щит сделать вот вот такой вот щит можно сделать ну конечно лучше бы его можно его вылепить ну наверное да давайте я наверное его в следующем ролике вылеплю и так же нужно еще флаг и меч сделать к этому персонажу и потом все это дело объединить сделать ему эту развертку ну а потом уже вставлять кости пока вот на этом деле давайте я остановлюсь все всем пока до свидания